Всем привет дорогие друзья! В своем недавнем видео о том, какие результаты нам следует ожидать от боя Дацика и Емельяненко, я затронул одну интересную тему. Кстати возможно многие кто посмотрит этот ролик уже будут знать результаты боя, но все равно предоставленное видео позволит вам открыть глаза на многие вещи. Так вот в том ролике я рассказал о том, что у Дацика вполне себе странные бои, которые во многом смахивают на договорняки и я очень рад, что мои зрители в большинстве своем поддержали мое мнение. Один из зрителей даже было написал вполне зачетный коммент на этот счет. Зачитаю вам его. Дацик 100% сливает бои. Бабки важнее конечного результата, поэтому заранее договариваются о результате боя, чтобы выгодно было букмекерским шарашкам. Дацик особо даже не расстраивается, когда его якобы засуживают. В итоге они потом с Яшкой Летовым пилят бабки с договорняка, а фанаты Дацика сочувствуют ему и говорят, что у него украли победу. И в итоге Дацик в шоколаде и бабок срубил, и народную любовь заслужил. Но на самом деле это тот случай, когда лучше и не скажешь. Если тоже хотите попасть в мое видео, то не забывайте писать комментарии. Особо ценными будут такие комменты, как тот, который я показал выше. Ну а также Стёп, Чёрный Юмор и Лютый Троллинг тоже приветствуются. Куда же без этого на таком-то канале. Что ещё интересно, многие почему-то думают, что я как-то постоянно оправдываю этого бойца. Но это полный бред. Человека с не самой здоровой кукухой и большим криминальным прошлым я уж точно никогда оправдывать не буду. Просто на фоне тех фрик-бойцов, которые сейчас в тренде, он прям не выглядит самым отбитым. Но всё же и в категорию хороших его точно зачислять не следует. Тем более, с учётом того, что он был замечен ещё в мошеннической деятельности. И эта тема была мною разобрана в отдельном видео. Можете глянуть. Ссылку оставлю в описании, если что. Вы, наверное, помните тот самый скандальный бой Дацика и Тарасова. Именно тогда всем стало понятно, что Тарасик никакой не боец, а просто клоун с завышенным ЧСВ. Полбоя звал врача, а остальных полбоя просто симулировал. И тогда победу присудили именно ему. Что уже само по себе очень странно. Хотя, несмотря на это, многие поняли, что Циклоп таки купил этот бой. Но, на самом деле, это так. Но вот почему-то все пропустили другой важный момент. И никто даже не стал задаваться вопросом. А замешан ли там Дацик? И не был ли он участником всего этого букмекерского развода? Сам же Вячеслав поскандалил немного, сделал грозный вид. А далее они с тем самым Яковым Летовым па-на записывали видосиков. Как у него всё несправедливо было в этом бою. И как его несправедливо засудили. И всё в таком роде. Поэтому всех продажных баб стали звать в честь судей. Шмарами. Вот это вот самые натуральные шмары всё были. Вот только есть несколько деталей. Практически сразу после боя конфликт между ними совсем затих. И это довольно странно, что Дацик не затребовал реванш. И не пытался как-то оспорить решение судей. Тебя несправедливо оклеветали. Должен отстаивать свои права. Тем более, как зэк со стажем, он вполне понимает, что свои права таки отстаивать нужно. Слав, реванш будет организован? Зачем? Вы всё видели. Он несколько раз сдался от боя. Но далее они как будто бы забыли про конфликт. И даже неоднократно появлялись вместе. И совершенно не были похожи на врагов. Да и вообще, прозвучало довольно странное заявление, что Тарасик с Дациком друзья. Других вылизываний друг друга можно найти немало. Это и различные хвалебные посты в соцсетях, и восхваления, и ещё много омерзительных вещей. Любой уважающий себя боец не допустил бы никогда такой стыдобы. Да и вообще, какой бы нормальный боец стал бы дружить с сестричкой Тарасовым. Это же себя не уважать. Но на этом странности с боями не закончились. И было относительно недавно его противостояние с пулемётчиком. И там постанова также не казалась чем-то прям очевидным. Я было даже сам поверил в то, что его реально засудили. Но не находитесь странным, почему постоянно засуживают именно одного и того же бойца. Это совпадение или же банальная закономерность. И настоящая причина в чём-то другом. Сам бой я обозревал на канале и характеризовал пулемётчика как солемётчика, капомётчика и жопоподомётчика, который почему-то выиграл, даже при том, что на жопу упал большее количество раз, чем нанёс ударов по своему сопернику. Если же внимательно присмотреться и оценить, как всё было, то вы можете заметить, что Дацик практически всё время бил его только по корпусу. И буквально жалел своего соперника. И игрался с ним. С Тарасовым, кстати, он тоже игрался. И так же якобы проиграл. И вот конец боя. Снова у Славика забирают победу. Снова ныть её на канале у Яшки Летова. Как всё несправедливо. И потом, банально, тишина. Не тебе попыток сделать реванш. Ничего. Тукла Унаду проводила РЕН-ТВ, которая знаменита своими упоротыми выпусками про рептилоидов, теории заговора масонов, планеты Нибиру и так далее. А теперь ещё и в бои подались. И они не менее упоротые, чем те выпуски про пришельцев. К слову, РЕН-ТВ уже неоднократно было замешано в том, что проводили нечестные бои. Чего только стоит бой Хлебникова и Вильданова, когда боец-холодец, известный под псевдонимом Папа-Гигант, двигался как полуживой беременный таракан. И толком даже не попадал по своему сопернику. Но всё равно присудили ничью, чтобы таким образом отмыть бабу лес и вместе с букмекерами заработать на лохах. И конфликт между этими бойцами снова как-то резко затих. Поэтому, как я уже неоднократно говорил, не вздумайте делать ставки ни на какие бои в принципе. Тем более на бои в Попа-ММА, где в принципе всё крышуется букмекерами. И у них в выпусках даже постоянно мы можем видеть логотипы этих самых букмекерских контор. Вполне очевидно, что и в бою пулемётчика также провернули подобное. И просто в очередной раз нагло развели зрителей. В других же боях тоже очень много странностей. В одних он такой весь яростный и хорошо выкладывается, в других как будто бы не хочет работать совсем и щадит своих соперников. Да и сама статистика побед и поражений тоже весьма странная. Бывали случаи, когда дацик реально сильных побеждал. А бывали просто нелепейшие поражения, что тоже довольно странно. Вполне вероятно, что и бой с Емельяненко тоже является постановой. Ведь то, как эти бойцы ведут себя на конференции, выглядит довольно кринжово и отдаёт плохой актёрской игрой. Там с Емелья пытаются раздуть фениксов, оставшего из пепла. И мне не просто смешно на это смотреть. Я просто хохочу до усыкачки. Из бухаря делают героя и добавляют ему разного рода мистификации и нелепые сравнения. Всё это надо для того, чтобы подороже продать бой, вызвать у публики интерес. А на самом деле исход может быть заранее решён и договорён. Подведя итог, следует сказать, что те сомнительные поражения в боях реально похожи на галимую постанову. И всё выглядит так, как в том комментарии в начале видео. Сомнительный бой, а потом нытьё с Яшкой Лехтовым. Как несправедливо, дацико засудили. И фанаты довольны. И рыжий тарзан бабок наварил. Далее можно пить пива, схавать пельмени с мазиком и растить пивной котелок. И раз в пару месяцев выходить и радовать толпу. Параллельно сливая в договорняках. И у меня нет сомнений в том, что дацик способен на такое. Ведь он в своё время успел и банду сколотить, и магазины пограбить. И закосить под неадекватного в дурки. И позже с неё сбежал. Ах да, и про мошенничество тоже не стоит забывать. Кто не понимает о чём речь, смотрите моё видео про него. И не нужно уголовника с сомнительной биографией возводить в ранг какого-то крутого спортсмена. Он скорее пример того, как делать не стоит. Ведь имея от природы хорошие данные, не смог нормально их реализовать. И подался в криминал, договорняки и мошенничество. К слову, что он, что Емеля, мастера спорта, потом как бездарно просрать свой потенциал. А на этом пока всё. Пишите в комментариях, что думаете по этому поводу. И как по-вашему, является ли дацик честным бойцом? Или же его бои это реальная клоунада, где всё договорено заранее. И деньги важнее чести. До новых встреч. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok